Музыка в нашей жизни Музыка имеет огромное значение в нашей жизни. Василий Сухомлинский произнес такие слова. Музыка объединяет моральную, эмоциональную и эстетическую сферы человека. Музыка – это язык чувств. Я предлагаю вам составить кластер на тему музыка в нашей жизни. Музыка Я уверена, что многие понятия у нас с вами будут перекликаться. Итак, у меня получились следующие определения. Прекрасные звуки, проявление таланта, эстетическое наслаждение, гармония чувств, язык души, выражение настроения. Действительно, каждое из этих словосочетаний может очень тонко охарактеризовать наше настроение. Именно под своё настроение мы подбираем соответствующую музыку. А теперь давайте познакомимся с вами с термином «градация». Оно не случайно связано сегодня на уроке именно с темой. Почему? Потому что музыку мы можем слушать то громко, то тихо. Градация – это в этом отношении синонимичное определение. Градация – это стилистический приём, такое расположение слов, словосочетаний, частей сложного предложения, при котором каждое последующее усиливает, реже ослабляет значение предыдущего, что позволяет воссоздать события, действия, мысли и чувства в процессе, в развитии от малого к большому – это прямая градация, или от большого к малому – обратная градация. Благодаря градации происходит нарастание интонации и усиливается эмоциональность речи. Именно такое определение градации мы с вами найдём в толковом словаре Ушакова. А теперь, ребята, обратите внимание на предложение. Все грани чувств, все грани правды стёрты в мирах, в годах, в часах. В мирах, в годах, в часах. Мы идём с вами от большого к малому, следовательно, это обратная градация. А сейчас нам предстоит выполнить довольно-таки сложное задание. Мы проведём работу с текстом. Текст будет, конечно же, посвящён музыке. Вам необходимо будет из каждого абзаца выписать тезис, кроме того, найти предложение, в котором встречается градация – прямая или обратная. Будьте внимательны. Влияние музыки на человека. В историческом контексте развитие музыки неотделимо от развития чувственных способностей. Она последовательно проходила все этапы развития, как и человек развивалась, открывала новые границы видения мира, служила выражением чувств людей на протяжении всего её существования. Давайте проследим развитие музыки в отдельно взятых эпохах. Начиная с первобытного общества, музыка была неотделима от зачатков первобытного танца. В античное время люди стали уделять немалое внимание музыке. Пифагор и его ученики занимались математикой под музыку, заметив, что она благотворно влияет на интеллект. Аристотель считал, что с помощью музыки можно определенным образом влиять на формирование личности человека. Великий врачеватель древности Авиценна называл мелодию «нелекарственным способом лечения» наряду с диетой, запахами и смехом. Музыка воспитывала, помогала и облегчала жизнь людям во многих житейских ситуациях, приободряла на состязаниях, услаждала их душу во время отдыха и на праздниках. Предки наши поместили музыку в число общеобразовательных предметов, потому что сама природа стремится доставить нам возможность не только правильно направлять свою деятельность, но и прекрасно пользоваться нашим досугом. Простейшая мелодия, детская песенка, народные напевы, великолепные аранжировки ансамблей, сложнейшие увертюры оркестров – все это музыка, которая людьми выбирается по вкусу и в зависимости от настроения. Ребята, задание, конечно же, было нелегкое. Давайте проверим, какие тезисы вы выписали из каждого абзаца. Развитие музыки неотделимо от развития чувственных способностей. Прослеживание развития музыки в отдельно взятых эпохах. В античное время люди стали уделять немалое внимание музыке. Музыка воспитывала, помогала и облегчала жизнь людям во многих житейских ситуациях. Предки наши поместили музыку в число общеобразовательных предметов. Музыка выбирается людьми по вкусу и в зависимости от настроения. В этом тексте мы с вами встретили предложение. Простейшая мелодия, детская песенка, народные напевы, великолепные аранжировки ансамблей, сложнейшие увертюры оркестров – всё это музыка, которая людьми выбирается по вкусу и в зависимости от настроения. Как мы видим, усиление смыслового значения налицо. Это предложение содержит прямую градацию. А теперь, ребята, вспомним, какие слова в русском языке называются амонимами. Слова одинаковые по написанию и произношению, но разные по значению. Например, дробь – это шарики для стрельбы. И в то же время слово «дробь» – это число. Обратим внимание на правописание союзов и амонимичных им самостоятельных частей речи. Слитно пишутся союзы. Также, тоже, чтобы, чтоб. Обратите внимание, рядом я поместила то толкование, которое мы должны использовать. Также в значении «и», тоже в значении «и». Чтобы, чтоб мы можем с вами объяснить. Для того, чтобы. А теперь обратите внимание на амонимичные части речи. Они пишутся раздельно. Также. Как мы это можем объяснить? Также, то есть, как что-то, как кто-то. Перед нами наречие и частица. То же. То есть, мы пишем раздельно. Почему? Потому что перед нами указательное местоимение и частица. Чтобы или чтоб мы можем «бы» частицу перенести в другое место предложения. А теперь давайте обратим внимание на предложение. В каждом из этих предложений мы с вами будем встречать либо союз, либо амонимичную союзу, часть речи. Мой брат – гитарист. Я также играю на этом инструменте. Также. Мы можем заменить союзом «и». И я играю на этом инструменте. Пишем слитно. Сестра учится в консерватории. Я собираюсь поступить так же. Так же. То есть, как и сестра. В данном случае пишем раздельно. Мы слушали то же музыкальное произведение, что и родители. То же. Пишем раздельно. Имеется в виду то же самое. Мы тоже слушали музыкальное произведение. То есть, и мы слушали музыкальное произведение. Пишем в этом предложении тоже слитно. Чтобы разбираться в музыке, нужно её слушать. Чтобы мы можем заменить. Для того, чтобы. В данном случае пишем слитно. А вот в последнем предложении. Чтобы мне ещё послушать. Пишем раздельно. «Б» частицу можем перенести в конец предложения. Что мне ещё послушать бы? Мы продолжим с вами рассмотрение вопроса. Правописание союзов и амонимичных им самостоятельных частей речи. Но теперь мы уже поработаем с другой группой слов. «При том», то есть в добавление к этому «это союз» пишем слитно. То же самое. «При том» имеется в виду «при этом». Перед нами предлог и указательное местоимение. Пишем раздельно. Следующая группа. «Причём», то есть имеется в виду «в добавление к этому». «Причём», «не в добавление к этому». Предлог и относительное местоимение. Пишем раздельно. И последнее. «За то» в значении «но». Пишем слитно. Это союз. «За то». За что? Перед нами предлог и указательное местоимение. Пишем раздельно. И давайте с вами разберём предложение. «Мелодия красивая, притом нежная». В добавление к этому мелодия ещё и нежная. Пишем слитно. «Друг» значился «при том» в народном ансамбле. При каком? «При том». Указательное местоимение пишем раздельно. «Подруги хороши», причём талантливы очень. «Причём», то есть кроме того, что подруги хороши, они ещё и талантливы. Пишем слитно. «Мой инструмент тут ни при чём, не в добавлении к этому». Пишем раздельно. «Музыкой заниматься сложно, зато интересно». «Сложно, но интересно». Это союз. Пишем слитно. «Люблю музыкантов за то, что они неординарные и творчески подходят к решению любого вопроса». «За что люблю музыкантов?» «За то, что они». То есть объясняется. Перед нами указательное местоимение пишем раздельно. А сейчас вам необходимо выполнить задание. Перед вами текст. Вы должны раскрыть скобки, определить значение амонимичных частей речи. Ребята, давайте проверим. Я уверена, все вместе мы с вами придём к правильному ответу. Итак, композитор встретился с публикой, чтобы рассказать о своём творчестве. «Чтобы» в значении «для того, чтобы». Пишем слитно. «Я также присутствовала на встрече». То есть и я присутствовала на встрече. Пишем слитно. Ему задали вопрос «что бы ещё посоветовал?» и так далее. «Чтобы», то есть имеется в виду «что бы ещё?» Он посоветовал. Перед нами местоимение и частица. Пишем раздельно. Выступающий ответил, что так же, то есть имеется в виду, как и кто-то другой. Как все любят лёгкую и современную музыку. Тоже, то есть и иногда сочиняет довольно простые мелодии. Причём в добавлении к этому «союз» считает талантливыми всех музыкантов, независимо от направления. На этом наш урок подошёл к концу. Сегодня на уроке вы выяснили роль музыки в нашей жизни, поработали с информацией, представленной в виде сплошных и несплошных текстов, вспомнили особенности амонимии самостоятельных частей речи и союзов, изучили понятие «градация». Я желаю вам успехов в усвоении темы. До новой встречи! Редактор субтитров А.Семкин